Следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России Кашихабльский расследовано уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Шовгеновского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК России, мошенничества. Основанием для принятия процессуального решения послужили материалы, поступившие из регионального управления ФСБ России. Сотрудниками МВД и ФСБ установлено, что подозреваемая, занимая руководящую должность в администрации муниципального образования Шовгеновский район, в период с августа 2018 года по февраль 2021 года с целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана трудоустроила свою родственницу в подведомственное ей учреждение, заведомо зная о том, что исполнять свои должностные обязанности последняя не будет. В результате незаконных действий обвиняемая совершила хищение бюджетных денежных средств на общую сумму более 600 тысяч рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению. Приговором Шовгеновского районного суда с учетом позиции прокуратуры Шовгеновского района, обвиняемой назначено наказание в виде двух лет шести месяцев, лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Коротко о некоторых мероприятиях и событиях в ведомстве. Управление по вопросам миграции МВД информирует иностранных граждан об особенностях въезда в Россию с помощью электронных виз. Постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания, прибывших в Россию на основании единых электронных виз, осуществляется в общем порядке. Единая электронная виза может быть однократной, туристической, гуманитарной или частной гостевой, сроком действия до 60 дней и с разрешенным сроком пребывания до 16 суток. При выявлении иностранных граждан, находящихся с нарушением разрешенного срока пребывания на основании единой электронной визы, такие лица подлежат привлечению к административной ответственности. С 1 июля 2021 года на портале Госуслуг доступна регистрация по месту пребывания онлайн. Данный сервис позволит гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения подразделений по вопросам миграции МВД или МФЦ. Собственникам жилого помещения, в котором намерены осуществить временную регистрацию, также не нужно выходить из дома. Своё согласие на регистрацию они могут подтвердить в электронном сервисе. После подачи заявления в личный кабинет придёт уведомление о необходимости дать согласие на регистрацию. Срок получения свидетельства – 8 рабочих дней с момента оформления согласий. Электронный документ будет доставлен в ваш личный кабинет.